26-летний молодой человек и подумать не мог, что простое замечание нетрезвому посетителю бара в результате будет стоить ему жизни. Ведь поначалу посетитель отреагировал адекватно, прекратил дебоширить и вышел на улицу, но через пару минут вернулся, уже с пистолетом в руках. 20 февраля 2015 года в состоянии алкогольного опьянения в баре Форсад, расположенном по адресу города Казани, улица Копылова, устроил конфликт с барменом и при помощи имевшегося у него травматического пистолета совершил убийство 24-летнего жителя города Казани, который наступился за бармена. С самого момента задержания бывший военный уверял следователей, что убивать никого не хотел. Стрелял из пневматического пистолета, наугад, просто потому что был сильно пьян, а молодой человек очень его разозлил. То, что одна из пуль попала парню в голову и в конце концов лишила его жизни, мужчина назвал банальной случайностью. Однако, судя по записи с камеры слежения, стрелял мужчина вовсе не наугад, а достаточно прицельно и вообще, несмотря на состояние опьянения, действовал вполне хладнокровно и размеренно. Расстрелял обидчика и ушел. Скорую полицию вызвали уже работники заведения. Как выяснилось позже, от гнева бывшего военного пострадала и девушка. Она получила ранение в грудь, но оно, к счастью, оказалось не опасно для жизни. Уже на следующий день пострадавшая ушла из больницы, а ее спутник скончался, через две недели не приходя в сознание. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Осипа полностью вменяемым, в связи с чем следствием была собрана достаточно доказательная база и уголовное дело направлено для рассмотрения по существу и в строительный район суд города Казани. В качестве мягчайших обстоятельств судом были признаны наличие наиздевения у обвиняемого малолетнего ребенка, частичное возмещение вреда, наличие наград и поощрение по службе. Суд учел все заслуги бывшего военного, а также его полное признание вины и раскаяния. Но, несмотря на все это, за убийство молодого человека Александр Осипов отправится в колонию строгого режима на 10,5 лет. Мария Молочникова, Максим Зуйков, Эфир 24.